Страхование. Это хорошая услуга для всех людей или высокодоходный бизнес для избранных? Давайте обсудим. В свое время я получил страховку. Когда я крутил солнышко, хотел быть космонавтом, в СССР все хотели стать космонавтом, я крутил солнышко на качелях вот так вот вокруг. И качели застряли, подшипники были старые, слабые, но понятно. Они застряли, я упал, качели пошли вниз, я на животе лежал, приподнялся, и мне качели ударили. Из-за того, что там была труба, а не уголок, я так вот закусил, меня ударило, я повезло, что не оторвал голову, я лег на землю, лежал, качели качались надо мной, человек подумал, что мужчина, что я умер, и остановил качели и вытащил меня оттуда. И я зашевелился, он был счастлив, положил меня на многоквартирный дом, на скамейку ближайшую, начал дергать за ручки, ручку дергает. Как, типа, болит я, нет, нет, другую ручку дергает, болит, нет, ножку дергает, болит, нет, другую ножку дергает, а говорит, а что болит-то? Я говорю, губа, губа, а сам язык отсюда вытащил, и вот в эту щель. На шестом классе она была большая, то есть два зуба полностью пробили мне губы, свои же. Зубы шатались, как подушки Орбит, тогда о них я и не знал, их нужно было вытащить, наверное, они прям шатались, но остались целы, повезло, живой с вами. И потом, смотрите, какая история, я же еще занимался этим, ну, даже в школе всех страховали, не только спортсменов, я еще легкотлет был, 400 метров моя коронная дистанция, за город бегал, в другие города ездил. Так вот, в секции занимался, и меня, короче, отвезли на школу, вышла мама, увидела, а я не плакал, не было боли, шок, это нет боли. Мама вышла, ой, сыночь, с тобой сделал ты себя, все, как она сказала, ну, не изуродовал, типа, что ж теперь будет, какой ты будешь. В итоге я тоже заплакал, приехала скорая, оперативно стоит, то есть приезжала скорая, Рафика, как помню сейчас, ну, машин, пробок тогда не было, у двора были пустые, там две машины все стояло. Она подъехала, меня погрузили, увезли, и мне вот так положили маску, и кушать не было вообще возможности никакой, потому что все было закрыто. Я такой пишу, как я буду кушать, мне говорят, а там дырочка есть, и вот в дырочку, через трубочку, родителям спасибо, бабушкам спасибо, сделали куриный бульон из домашней курицы. Я скажу так, в Советском Союзе в магазине курицу купить было, это, наверное, проще поймать ее, в лесу перепелку, чем купить курицу в Советском Союзе. Ну, у нас деревня была, бабушки были, там оттуда я пил бульончик, папе огромное спасибо, он где-то нашел сок яблочный, я тоже его попивал, это тоже было очень сложно найти, проще было березовый сок собрать, наверное, в Советском Союзе. То есть на полках было там квашеная капуста, кажется, в магазине хлеб, и только ждали, когда все его привезут. Что-то еще было, может быть, консервированные окурцы и помидоры. Так вот, что дальше произошло? Соседка приходит, ой, 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 я слышу, слышу, а сказать-то не могу, ой, вот такая, ой, 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 что ж торцом там натворил, я глазами пум-пум-пум на нее, тетя Нина. Она говорит, а ты застрахован? Я говорю, у-у, точно? Я говорю, не помню, типа. Она говорит, надо проверить, ведь в школе всех страхует. Ты, говорит, маме, я сдавала розыгустарку денежки? Она говорит, я не помню, давал деньги-то, может быть, а может не давала. В итоге, короче, кто-то пошел в школу, я же не ходил, и оказалось, что я застрахован. И вот пришел потом, когда уже мне эту маску сняли, швы начали дергать, выдернули швы, я пошел в страховую компанию, и они вот этой линейочкой, вот так вот положили линейку и мерят миллиметры. Каждый миллиметр 3 рубля. И вот у меня вышло 11 миллиметров, кажется. Или больше. Кажется, 11. 34 рубля, что ли, вышло? 34 советских рубля. Ребята, курс доллара, знаете, какой это был? Дофиг его знаю. И в итоге, короче, мне маме выплатили, а 3-4 рубля, это настоящий, можно купить велосипед, о котором я мечтал. Это велосипед Уралец. А чем он хорош? Тем, что он меньше, чем остальные, большие. Большие были Десна, Урал, да кажется, и все. Такие огромные колеса 26, а это поменьше. То есть, он такой, как бы, классическая рама, не салют, который складной, там, тяжелый, а тоже треугольная, классическая рама, но при этом поменьше и полегче. На нем на дыбы, на дыбы можно вот так вот ставать легче. И он такой более юркий. Так скажем, удобный для подростка, для шестиклассника, тем более. И в итоге, значит, я заработал себе на берег. Вот так вот заработал. Сейчас, это же как пирамида, понимаете? Сейчас вот я, мне 40, 79-го года, сколько там мне лет? Ну, короче, сами посчитайте. И мне кажется, все равно надо что-то страховать. Ведь один раз я урвал эту сумму, надо еще. И я себя застраховал сейчас. От перелетов, ну, короче, в путешествиях там получилось почти бесплатно. Точнее, вообще бесплатно. Кому интересно, в комментарии пишите, подскажу. Есть такая одна сейчас работающая тема. Большую сумму, кстати. Вторая думала, страховать дом, не страховать или лучше огнетушитель купить. Понимаете, вот такая, здесь вот такой подвох у этих страховых историй, что когда застрахован, тебе меньше хочется делать так, чтобы страховой случай не получился. Как это объяснить? Ну, понимаете, да? Вот каска возьми, ты будешь более агрессивно ездить. ОСАГО ладно, а каску, типа, все равно поменяют. Там едет перед машиной, там свеклу везет. Вот раньше у нас был, когда сейчас закрыли завод. Хороший был завод, свекловичный какой, сахарный. И вот они раньше машины идут, и у них эти свеклы падают, падают и летят на машину. То есть, когда ты не застрахован, ты будешь потихоньку ехать подальше на расстоянии, смотреть, где КамАЗ едет. КамАЗ, например, навстречу едет, которого может упасть. Ты на обочину возьмешь, лишь бы проехал. Когда у тебя каска, ты едешь как король, да? Кого каска есть, напишите в комментарии. И страховой случай не наступил. А ничего, заплотит страховая. То есть, вот это вот провоцирует людей на более беспечные действия. Ну, конечно, там дома от пожара, никто, что пожара не будет. Но и то. Думаешь, ай, да хрестненько, если что, компенсируют. Невелика беда. Тем более, если что, под градусом, да? Поэтому страховать, не страховать, такая вот тема. Кто, кстати, страховал, какие выплаты у вас были? Напишите в комментариях. В советское время, в 90-е, в 2000-е, в 2010-е, в 2022-е. Вот сейчас вот, кстати, уходят люди, вот, часто погибают, коллегами становятся. Вот они, вы их страхуете, когда они уходят? Или не страхуете? Или их не страхуют? Потому что есть такая еще история, что мне рассказывает таксист, в Петербурге рассказывал, что его машину, как такси даже, не то, что как частную машину, как такси, он не может страховать ОСАГО. Никто, ни одна страх, все страховые компании отказывают. Он какой-то список у них попал, потому что такси много есть, и по-любому будет страховой случай. А компании страховой, что нужно сделать? Бабки собрать и поменьше отдать. Каким образом поменьше отдать? Вот, значит, страховать тех, у кого страховой случай не возник, у кого возник с большой вероятностью не страховать их, понимаете? А как еще они живут? Они, кажется, 10% или 15%, я не точно помню, могут использовать страховой фонд на свои нужды. И они вот это крутят, крутят. Бабки себе-себе, я так понимаю. Там разные услуги придумают. Ну, такие, которые обязательно нужны, конечно, страховой компании. Подороже аренда там и так далее, да? Я предполагаю. И, ну, это вот так вот. Но с другой стороны, хорошая страховая компания, о чем я мечтаю. То есть, если бы я застраховал КАСК, примерно, да, вот всем понятно, на машине КАСК, то они должны посмотреть, Артем, у нас есть курсы такого-то вождения, сейчас его наступает, по гололеду. Вот, вы поставили зимнюю резину, то есть, они должны спросить, а вы это сделали? Если вы поставите зимнюю резину, мы снижим вам там следующий взнос на следующий год. То есть, они должны как бы тебе, как твой лучший друг, подсказывать. Потому что лучшему другу что нужно? Чтобы он тебя не хоронил, а чтобы ты ему с ним радовался, жизни этой, дружили, помогал, если нужно, да, и так далее. Так и страховая компания. Ей выгодно должно быть, чтобы ты живой остался, чтобы ты каждый год взносы делал. Для этого хорошая страховая компания должна приехать в страховую гену, посмотреть на машину, а что это происходит, вот у тебя разбитая, давай поменяем, это же безопасность. Ну, а подсказывать, то есть, если не поменяешь, я вот посмотрю, на следующий год, к сожалению, будет дороже эта КАСК у нас. Ну, потому что ты сам не бдишь. То есть, вот такая страховая компания должна быть. Вот я хотел, чтобы страховая компания, вот про зубы, например, застраховаться есть, напишите в комментариях. И, значит, если у меня зуб завалил, то делается это все за счет страховой компании. Тогда страховая компания мне будет звонить и говорит, Артем, мы тут все изучили, вот эта зубная паста самая лучшая. Возьми ее, на следующий год у тебя страхование будет ниже. Или сейчас даже снижим тебе. Как бы, ну там, как придумать. То есть, такая, какая у тебя зубная там щетка, будильник поставлена, чтобы два раза чистить, там, зубная нить, там, вот, понимаете, вот, то есть, это, вот, страховая компания по мне такая. А вот сейчас страховые компании для частных людей, для бизнеса, в России, они такие, за рубежом, ведь тоже там страхование есть, вот, чтобы по больнице бесплатно ходить потом, ну, как в счет страховки, как это называется, вот. За рубежом, как в США, в других странах, напишите, интересно, или это все просто на хлебнике, очень богатые, которые по копейке бедных собирают.